В Гродненской области хорошо налажена работа Института развития образования и Главного управления образования, чего нет в других регионах. Об этом на итоговой коллегии заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай. Согласно новой редакции кодекса, изменены правила приема в среднее специальное и высшее учреждение образования, с 2023 года будет введен централизованный экзамен, а дети смогут пойти в первый класс в неполные 6 лет. Эти и многие другие нововведения будут реализованы с будущего учебного года. Кроме того, обновятся школьные учебники. В ближайшее время старшеклассники начнут изучать историю по новым изданиям. Нам предстает еще немало работы вместе с Институтом истории Национальной Академии Наук, с нашими региональными университетами, Институтами историческими факультетами по пересмотру позиций, которые изложены в учебниках истории, в учебниках литературы и расставлении акцентов. Здесь речь не идет о бесскажении каких-то исторических фактов, переписывании истории, расставлении акцентов в формировании белорусской государственности. Вместе с тем, для внедрения нововведений в сферу образования будет задействован региональный опыт. Гродненская область, к слову, по итогам прошлого года стала одной из лучших. Это был год полный новых форм работы. Более 560 педагогов области участвовали в разработке материалов для нового цифрового единого информационно-образовательного ресурса. Эти материалы подготовлены на высоком техническом методическом уровне. Максимальный результат на тестирование по итогам последних 5 лет, именно в 2021 году, 40 стубальных результатов показали наши школьники. Высокий уровень поддерживается участие в Республиканской Олимпиаде, 5 дипломов международных олимпиад. Такие показатели планируют сохранить и в этом году. Кроме того, внимание уделят оборудованию школьных кабинетов, акцент на технические предметы в школах и колледжах. Кроме того, в 2022 году планируется увеличить заработную плату педагогам за счет доплат классным руководителям, кураторам.